Всем привет! Мы продолжаем с вами тему мужчин. И сегодня мы поговорим о мужчине как о главной проблеме женщины. Но я сразу же говорю, что безусловно, это зависит исключительно от женщины. Будет ли мужчина наградой или проблемой. Просто в большинстве своем у нас некое перевернутое отношение с герпином. Нам кажется, что мужчина награда, то есть мужчина ценность. Это когда мужчина нас полностью обеспечивает, когда мужчина решает все наши проблемы, когда мужчина это весь наш мир. Но сами того не понимая, мы с вами попадаем в некую ловушку, потому что мы полностью зависимы от поведения, настроения, состояния этого человека. По сути, наш мир, он может в любой момент устроить нам любой апокалипсис. Мы беззащитны перед этим миром. И я ни в коем случае не говорю о том, что нужно защищаться. Теперь мы будем от него защищаться, ненавидеть его или с ним сражаться. Нет. Я говорю всего лишь о том, что вполне возможно, что все то, что вы ждете от мужчины, вы можете дать себе самостоятельно. И таким образом посмотреть на мужчину не как на некого вашего героя, спасателя и человека, который держит вас на руках, а как на достаточно равноценного, классного человека, партнера, с которым вы можете строить любые отношения. Но при этом вам будет хорошо как с ним, так и без него. И самостоятельно вы будете ощущать себя окей. И ваш мир не будет рушиться. И в случае чего вы не будете думать о том, что теперь вы этого человека ненавидите, потому что он разрушил вашу жизнь, что вы этого человека не можете без него жить, потому что вам негде жить. Понимаете, нельзя создавать себе не то чтобы кумира, а Бога, и это мой личный взгляд, безусловно, и передавать ему все ключи управления от себя. Нахрена? Вот зачем вам это надо? Многие девочки считают, что это легкий путь к красивой жизни. Я бы сказала, что это легкий путь. Вот так бы сказала. Это легкий путь к тому, чтобы закрыть себя в тюрьме. То есть ты заходишь в клетку, причем, девочки мои хорошие, далеко не всегда в золотую. Очень часто это даже не серебряная клетка. Это очень странная клетка, в которую вы себя запираете, в которой вы начинаете мыть прутья, натирать до блеска жердочки, на которых вы сидите. Для чего? Мне кажется, что все это происходит еще и потому, что вместо того, чтобы вообще посмотреть на жизнь и не себя иначе. Посмотреть на свою жизнь, как на крутое приключение, в котором я могу добиться всего чего угодно, в котором могут быть разные отношения, не факт, что одни. Я не призываю вас сейчас к какому-то большому количеству отношений. Я призываю вас не запирать себя изначально в какую-то тюрьму, в которой вы говорите, значит, у меня может быть один кремик на полочке, давайте подумаем про женский кошмар. Всего один шампунь на всю жизнь, бесконечная бутылка, ну, сука, один шампунь, один крем. Надо выбрать прямо сейчас из миллиардов тюбиков. Для чего? Вам может нравиться всю жизнь один шампунь и умойте себе волосы. Но зачем закрывать магазин? Зачем навсегда запирать себе возможность пройтись по магазину и посмотреть на полочке? Может быть и ваш шампунь тогда будет вести себя иначе? Огромное количество проблем женщины создают себе именно потому, что сами признают в своем мужчине некого такого героя, в данном случае не от супермен, а от персонажа. И вокруг него начинают разрастать какие-то штуки. Ну, заметьте, мог бы... Давайте поразмышляем с вами. Мог ли бы быть, могло бы быть какое-то насилие, например, сексуального характера или физического, если бы вы сами не считали, что вот этот человек, который находится рядом с вами, вы с ним ничего не можете поделать. Ну, вот, например, приходишь ты вечером домой или ты была дома весь день, бездельничала там, немножко помыла, немножко поубирала, немножко с ребенком погуляла, со вторым погуляла, родила недавно, вот, там еще что-то поработала, может быть, в онлайне, а может быть, просто целый день работала, гладила, стирала, занималась всякой фигной. И вот муж такой приходит в конце рабочего дня, уставший, такой, покорми меня, жена! Ты такая, раз, кормишь, что ты ему рассказываешь, ему не сильно интересно, ты же фигней страдаешь, ты домохозяйка, ты ничем не занимаешься, а он-то там великие дела делает, ты же это понимаешь, ты признаешь, что он-то ого-го, а ты тут фигней страдаешь. И тут он такой, типа, потрахаться хочет, а ты не хочешь. Ну, во-первых, ты тупо его не хочешь. Стыдно признаться, ты такая, может быть, это я родила недавно, может быть, ну, не хочешь ты его, например. А еще ты устала. Странно, почему? Тебе стыдно, что ты устала? Ты же ничего не делала целый день. Ну, устала почему-то. Стыдно. И вот он хочет. Хочет. Ты вообще не хочешь, а он хочет. И ты, значит, на этом чувстве вины, значит, да, он говорит, ты там не такая, не знаю, ты не так делаешь, ты не так выглядишь, ты не так стонешь, ты не так пахнешь, ты не так, а ты же его теперь хочешь еще сильнее после вот этого всего чувства вины, у тебя аж вообще теперь хотелка разгорелась просто. И вот что-то странное происходит в этой паре. Это называется насилие. Когда ты делаешь то, чего ты не хочешь, даже если ты очень пытаешься захотеть, это называется насилие. И ты идешь осознанно на это насилие, потому что в твоей голове он же ого-го, он же мужик, а ты-то тут ничего не делаешь с тряпкой и ребенком. И вы знаете, этого я могу, конечно, вам раскладывать очень много и долго, но я могу точно сказать, что женщина, которая сама свою жизнь простраивает, у нее, в принципе, с мужчиной может случиться ровным счетом то же самое. Только отличие будет то, что она скажет вам, слушай, я устала или я тебя не хочу, или пойдет и задумается со своим терапевтом, на тренинге, курсе, на личной консультации, как это у нас часто бывает, о том, что она его вообще не хочет, и почему она его не хочет. И на этой почве может раскрыться целая картина, почему она его не хочет, и что вообще уже, в принципе, она его никак не хочет. но количество страхов, о боже мой, как эта мысль пришла ко мне в голову, будет значительно меньше, тогда, когда она понимает, что у нее, в принципе, есть своя жизнь, да, это все непросто, да, это не так легко любым отношениям перевести стрелки, как в поезде, да, и никуда-то на другую дорогу. Но тем не менее, когда я знаю, что я в состоянии себя обеспечивать, что у меня есть моя собственная жизнь, мои друзья, мои интересы, моя работа, есть я в этом все, и сделать это гораздо проще. А для того, чтобы вот это я найти, над этим я нужно работать. Не все рождаются с вот этим состоянием, да, 19-летней девушки, которая точно уже знает, что есть я, как будет строиться моя жизнь, нет. Как правило, в это состояние, по крайней мере, девушки моего возраста и старше, приходят где-то после 30-ти, и это нормально, когда ты понимаешь, что что-то с твоей жизнью не ок, где-то тебя в этой жизни нет, какого-то мужика в этой жизни больше, чем тебя. История найти нового мужика и стать перед ним на колени, сделать ему чмоки подходит далеко не каждый. Здесь должна быть сильная жертвенность, когда мужчина настолько выше в твоей голове, что просто капец, мы об этом с вами обязательно поговорим еще в видео, если вы захотите, оставляйте комментарии, если вам это интересно. и тогда ты начинаешь работать над собой, возможно, приходишь ко мне на рерайтер жизни, у меня там очень много девушек, которые приходили именно с программой того, что не видели себя, не понимали, где я, а в рерайтере мы ищем, где я, чего я хочу, как я вижу свою жизнь, я-то дожила как-то, и как-то со мной все происходило, но уровень как-то меня больше не устраивает. Я хочу построить свою жизнь. А жизнь начинает свое построение изначально в голове, поэтому прописать, написать книгу, то, что мы делаем, разобраться вообще с тем, каким образом мы управляем своей жизнью, это как раз оно. Месяц поработали, и затем мы начинаем строить это. Кому-то понадобится месяц, кому-то полгода, кому-то год, но время все равно проходит. И так или иначе, в тот момент, когда вы чувствуете в себе силы стоять на своих двух ногах, ваша жизнь переходит на новый уровень и будет длиться еще очень долго. А ключи, которые вы передали на управление собой, мужику, всегда можно забрать. Будет интересно почитать ваши мысли, комментарии, обязательно делитесь. А я буду продолжать делиться с вами своими мыслями. Субтитры создавал DimaTorzok